Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Царств. И сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. Семейная драма царя Давида продолжается. Армия отца и сына сблизились. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Овесы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея Гефианина. И сказал царь людям, я сам пойду с вами». Ну, неожиданным является то, что Ефей Гефианин, он чужеземец, но он возглавляет значительную часть армии царя Давида. И мы знаем, что когда было Полтавское сражение Петра Великого, среди наших военачальников были тоже чужеземцы, которые защищали славу и честь русского царя и русского оружия. Здесь как бы создается такой прецедент. Итак, Давид готов сам участвовать в этой войне. Он воин одней юности своей, но все военное сообщество, весь военный эстаблишмент категорически против этого. Не дело царей воевать в первых рядах. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы побежим, то не обратят внимания на это, ибо если и умрет половина из нас, также не обратят внимания, а ты один тоже, что нас десять тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. Но мы знаем, что цари не всегда были послушны в таких вопросах. И русские цари, и другие цари иногда сами участвовали в сражениях. Но в этом случае была серьезная опасность, что если убьют Давида, то законным царем автоматически станет Авесолон. Его сын и наследник, мятежный Авесолон. И царь смиряется. И сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю. И стал царь у ворот. И весь народ выходил по сотням и по тысячам. Царь вдохновляет их. У ворот еврейских городов была возвышенность, судебное место. И это особое место. И каждый отряд проходит на глазах царя. И стал царю ворот. И весь народ выходил по сотням и по тысячам. Во главе этих отрядов были сотники и тысячники. И приказал царь Иаву, Иавесе, и Эфею, говоря, сберегите мне отрока Авесолома. Да, все зашло слишком далеко. Авесолом окончательно разорвал отношения с отцом, когда вошел в шатер, куда поместили всех жен Давида. Но для Давида это его сын. И Авесолом — это человек женатый. Его даже отроком нельзя назвать. Потому что отрок — это или мальчик. Одно значение этого слова. Или это человек, который еще не создал свою семью. Значит, когда Давид говорит, сберегите мне отрока Авесолома, он говорит, сберегите мне мальчика моего, Авесолома, сына моего. Действительно, для родителей, их дети всегда остаются детьми. И вот эта забота об Авесоломе, она очень трогательная. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесоломе. Вот для чего он и стал на судейском месте. И каждой сотне, каждому сотнику, и каждой тысяче, каждому тысячнику он говорил одни и те же слова «Сберегите мне отрока Авесолома». И вышли люди в поле навстречу израильтянам. И было сражение в лесу Ефремовом. Кстати, в этом лесу жили вот эти науходоносоры, в кавычках, которые все время доносили царю Саулу на Давида. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены двадцать тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране. И лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. Что значит лес погубил народа больше? Потому что кто-то упал в берлогу, кто-то упал с дерева, на кого-то дерево рухнуло, кто-то запутался в чищобе, кого-то дикие звери растерзали. Казалось бы, сама природа, эта земля ополчилась против Авесолома. Если кто-то из вас, братья и сестры, будут на Святой Земле, там есть такая обзорная площадка, с которой видно огромное древнее еврейское кладбище и золотой купол над Иерусалимом, мечеть Амара. И если спуститься к этому древнему кладбищу и пройти какое-то расстояние, там есть гробница Авесолома. А Авесолом догадывался, что когда он погибнет, никто не построит ему никакую гробницу. Потому что человек, который восстал против собственного отца, глубоко противен всему сообществу еврейского народа. И вы сразу узнаете эту часовинку такую, гробницу, как некое здание такое. Вся эта гробница в язвах от камней. И если вы увидите, какой-нибудь еврейский мальчик пробегает мимо или бородатый хасец спешит в Ишиву, они обязательно останавливаются, хватают камень с земли и бросают в эту гробницу Авесолома. До сих пор в еврейском народе неприязнь к Авесолому. И каждый еврей хочет отомстить за Давида. И кидают камни от маленьких детей до бородатых мужиков в эту греховную гробницу. И так царь Давид умоляет «Сберегите мне отрока Авесолома». И начинается страшная битва. Погибло множество людей, особенно в чищевых лесах. И девятый стих мы читаем «И встретился Авесолом с рабами Давидовыми. Он был на муле». Как я вам объяснял, коней израильтяне заведут только при царе Соломоне. «И встретился Авесолом с рабами Давидовыми». То есть идет сражение, оно перемещается с одного места на другое. Он был на муле. «Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авесолом запутался волосами своими». Вы помните, какие у него были красивые волосы? Их даже взвешивали, когда раз в году устригли. Авесолом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. А мул, бывший под ним, убежал. Да, Авесолом знал, что волос его не коснется земли, так он и погибнет, будучи подвешенным в пространстве между небом и землею. Надо сказать, что в некотором смысле вся наша молодежь болтается между небом и землею в этом опасном пространстве, где обитают злые духи. Ибо, как пишет апостол Павел, наша брань не против плоти и крови, а против сил злобы поднебесной. И Кассидор в своих толкованиях на Псалмы, он пишет, «Авесолом жестоко напал на отца своего Давида, и стремительный бег его мула привел к столкновению с могучим дубом. Ветви большого дерева обвили шею Авесолома так, что преследователь Давида повис высоко в небе. И в этом был явлен прообраз кончины июды, предателя, как выдавший Господа нашего Иисуса Христа врагам закончил жизнь в петле удавки, так и преследователь Давида. Давид – это прообраз Христа. Авесолом испустил дух со сдавленным горлом. И что происходит далее? Мы читаем 10 стих. «И увидел это некто и донес Иоаву, говоря, вот я видел Авесолома висящим на дубе». А мы с вами знаем характер Иоава. Это человек жестокий, как он расправился с Авениром. И сказал Иоав человеку, Донесшему, об этом, «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там, на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и один пояс». Почему Иоав так говорит? Потому что все эти люди, они знают характер Давида. Давид отходчивый человек. А Иоав, такие люди, как Иоав, они никому никогда ничего не прощают. А они хотят стать буфером между Давидом и висящим между небом и землей его сыном, чтобы погубить Авесолома. дьявол все делает для того, чтобы наша молодежь, болтающаяся в пространстве между небом и землей, так бы и не пережила бы встречу с Иисусом Христом, как со своим Спасителем. Даже апостолы однажды стали буфером между детьми, которых приводили к Иисусу Христу Господу, и самим Христом. И Христос гневно сказал им «Не запрещайте детям приходить ко мне». Тем более молодежь наша, христианская, славянская молодежь, нуждается во встрече со Христом. В Писании сказано, в послании к Тимофею, «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, сколь благословена юность, когда от юных лет человек служит Господу». Но Иоав коварный человек, дьявол пленных не берет. Вцепившись за человека, он уничтожает его до самого конца. Дьявол и бесы пленных не берут. И отвечал тот Иоаву, «А если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и овесе и эфею, говоря, сберегите мне отрока Авесолома, сынишку моего, Авесолома, и если бы я поступил иначе, с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». И 14 стих Иоав сказал, «Нечего мне медлить с тобою». Война. Какие рассуждения о гуманизме? Эта слабость говорила в Давиде, когда он говорил, сберегите сына, сынишку, отрока. «Нечего мне медлить с тобою», и взял Иоав в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авесолома, который был еще жив на дубе, сдавлен, ограничен, почти задыхался, и окружили Авесолома десять отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. А чему нас может научить вот это уточнение десять отроков? Чего десять указывает на десять заповедей? Авесолом нарушил каждую из десяти заповедей, восстав против отца своего. Ибо как виновен в одном, нарушивший одну заповедь, нарушил весь закон, так и в этом случае, восстав против отца, он оказался и убийцей, и прелюбодеем, и похитителем чужого, и богохульником. Жизнь Авесолома, этого самого красивого человека в Израиле, она оканчивается самым трагическим образом. И Игнатий Антиохийский, это его послание подлинное, писал, обманывая епископа, человек будет обманывать не этого видимого мужа, но пытаться обмануть невидимого Бога, которого никто не может вести в заблуждение. И этот поступок относится не к человеку, а к Богу, ибо Бог говорил Самуилу, они обманули не тебя, а меня. И Моисей говорит, не на нас ропот, но на Господа Бога. А Авесолом, ставший братоубийцей, был повешен на дереве, и его зломысленное сердце было пронзено стрелами. Точно так же за подобную вину был обезглавлен Аведадан, Озия, проявив дерзость к священникам и священству, покрывается проказой, Саул терпит бесчестие за то, что не дождался первосвященника Самуила. И так нужно и вам чтить ваших начальников. Оказывается, Авесолом восстал не только против своего отца, он восстал и против принципа власти, царской власти, о которой сказано «не прикасайтесь к помазанным моим». Касающийся помазанных моих касается зеницы ока Господа. поэтому он казнен дважды, как сын, предавший отца, и как подданный, бросивший вызов своему правителю, суверену, царю. «И затрубил Иав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ». Вот это совершенно такая неожиданность. Иав такой жестокий человек во всех случаях. Даже он понимает, что и с той, и с другой стороны родственники, близкие, люди одной веры, одного языка. «И взяли Авесолома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израилетяне разбежались, каждый в шатер свой. И смотрите, о чем говорится дальше, это то, о чем я уже вам рассказывал. «Авесолом еще при жизни своей взял и построил себе памятник в Царской долине». Вот сейчас вы видите на мониторе эту гробницу Авесолома, как она выглядит теперь. «Авесолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в Царской долине, ибо сказал он «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». Да были у него сыновья, но все отвернулось от него, как он отвернулся от отца. И назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авесолома до сего дня. «Ахимас сын Садоков сказал Иаву «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Какой пустой человек, он не знает сердца Давида, он думает, что Давид порадуется смерти сына, но Иав сказал ему «Не будешь ты сегодня добрым вестником», «добрым» в кавычках, «известишь в другой раз, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иав «Хусию, пойди донеси царю, что видел ты». Поклонился Хусии Иаву и побежал. Но Ахимас сын Садоков настаивал и говорил Иаву «Чтобы не было, но я побегу за Хусием». Иав же отвечал «Зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести?» И сказал Ахимас «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иав «Беги». И побежал Ахимас по прямой дороге и опередил Хусия». Хусий был человек уже в возрасте. Давид тогда сидел между двумя воротами, то есть на том же месте, с которого он умолял «Сберегите отрока моего весолома». Давид тогда сидел между двумя воротами и сторож взошел на кровлю ворот к стене, подняв глаза, увидел «Вот бежит один человек». И закричал сторож и известил царя. То есть никого уже не было, все на войну ушли. И сказал царь «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику «Вот еще бежит один человек». Царь сказал «И это вестник». Сторож сказал «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь «Этот человек хороший, идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимааса и сказал царю «Мир!» То есть он приветствует его обычными словами «Шалом!» Но какой же это шалом, если это весть смерти? И поклонился царю лицом своим до земли и сказал «Благословен Господь Бог!» По-еврейски это будет звучать «Баруха Таданай!» «Благословен Господь Бог Твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь «Благополучен ли отрок Ависалом?» Ахимас все-таки умный человек. И сказал Ахимас «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было, большое скопление людей, кто знает». Он принес радостный весь о победе. И он умолчал. Нечто. И сказал царь «Отойди, стань здесь». Он отошел и встал. Давида волнует не победа. Ведь самое страшное поражение отца – это непутевый сын. Вот это поражение катастрофическое. Вот пришел и Хусий вслед за ним и сказал Хусий царю «Добрый весь господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя! и сказал царь Хусию «Благополучен ли отрок Авесалом?» По-еврейски имя звучит «Авшалом!» И сказал Хусий «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока!» Какие суровые слова Давид проиграл эту битву за своего сына? Он не сумел воспитать его так, чтобы его сын стал Божьим человеком, продолжателем дела своего отца. И смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал и когда шел говорил так «Сын мой Ависалом Сын мой Сын мой Ависалом О, кто дал бы мне умереть вместо тебя Ависалом Авшалом Сын мой Сын мой» Такими печальными воплями и восклицаниями оканчивается 18 глава второй книги царей. А Продолжение следует...